Привет! Сегодня я с ребятами сыграю в камуфляжные прятки разной ценовой категории. Кому-то выпадет бюджет в 1 доллар, чтобы он нашел для себя и купил камуфляж. Кому-то выпадет в 1000 долларов, чтобы он купил какой-нибудь предмет и в нем спрятался. Прямо сейчас по очереди, ребята, говорите, у кого какие бюджеты, потому что мне это отлично, тоже интересно. Кто сколько потратит? Так, мне выпало 25 долларов. На 25 долларов, в принципе, можно купить дофига пачек чипсов и склеить их, и спрятаться внутри. Я Дима, мне выпало 10 долларов. Я Руслан, мне выпало 100 долларов. На них я покушаю в ресторане, наверное, там. Потом что-нибудь по писяку куплю и спрячусь куда-нибудь, вот. Руслан, все деньги должны быть потрачены на прятки, а не на то, чтобы ты покушал. Тогда краску куплю и обольюсь, и буду радугой. Вот так вот встану, как радугой. Меня зовут Никита, и мне выпало 50 долларов. На 50 долларов я бы купил, наверное, много скотча и приклеил бы себя к потолку. Я Гера, и мне выпало 500 долларов. На эти 500 долларов я куплю себе что-нибудь просторное и спрячусь там, и буду кайфовать. Привет, я Ярик, и у меня 1000 баксов. На эту 1000 баксов я могу позвать строителей, чтобы они мне сделали дырку в стене, я там спрячусь, и они меня там замуруют. Меня никогда не найдет Андрей. Хочешь прикол? Когда он произносит свое имя, он может просто говорить, Ярик, Ярик, ну типа, два раза я не обязательно говорить, я Ярик, я Ярик, ну не звучит. Ярик, типа, Ярик. Эй, привет, Ярик. Вот так вот. Ярик. Да что вы за мной смеетесь вообще все? Ребята озвучивали свои варианты не стопроцентные, они просто примерно предположили, куда они могли бы спрятаться на бюджеты, которые они имеют. Прямо сейчас я уезжаю к себе домой, а ребята же ездят по магазинам, ходят по этой локации и прячутся. Всем удачи. Природа есть в некотором смысле Евангелие, премудрость и величие Бога. И не только небеса, а и недра земли проповедуют славу Божью. Чего? Ну, короче, он меня не найдет. Дай мне одну минуточку помедитировать, и можем начинать, я спрячусь. Исквозься, с природой воедино. Ну что, видно меня, нет? Нет. Ну все, отлично. Если Андрей будет подходить, я сразу же вот так вот оп, и все, и залег. Фух, надеюсь, он меня не найдет. Всем привет, я Гера. Меня часто просят вынести мусор. Я уже устал ходить далеко до контейнера, который в соседнем районе. Поэтому на 500 долларов я купил себе вот этот контейнер. И теперь нам больше не придется выносить мусор так далеко. Ну и раз уж так совпало, то я как раз спрячусь именно в этом контейнере. А также я сделал двойное дно. Именно это дно защитит меня от мусора, который ребята навалят сверху. Сейчас ребята меня засыпают. Всем привет, меня зовут Ренис. И я сегодня замаскировался под червяка. Выкопал здесь яму, панеру, такую маскировочную и листву. Ключевым моментом будет то, что я купил бочку, наполнил ее вон шарами. Она очень тяжелая, так что Андрей не сможет меня найти и отодвинуть даже эту бочку. Тяжелая. Попробуй оператор. Ну ладно, может у нас оператор только такой сильный. Вот такая ямка получилась под червяка. Полазим. Сейчас меня помощник закроет. И Андрей будет очень холодно. Да вон в принципе меня тут не найдет, потому что у меня маскировка. Очень тесно. Надо было копать яму глубже. Но место топовое. Ахайо, с вами Дима. Я не нашел ничего лучше, чем вот купить вот этот вот мешок для сидения, для седалища. Я не знаю, как это правильно назвать. Но у него есть очень много преимуществ. Сейчас я покажу. Вот и все. А если Андрей будет ко мне очень близко подходить, я просто от него укачусь. Тут никого нет. Всем привет. Меня зовут Ярик. И я купился на тысячу баксов целого медведя. Но потом раздербанил его на шкуру и решил, что я спрячусь в реквизитке. И Андрей подумает, что я просто часть реквизита. Обычная шкура. Что ты обычная шкура, это он так знает. Вот это отличное место, чтобы спрятаться. Тебе поставить лайк не сложно, а нам будет очень приятно. Пожалуйста, нажми на лайк на это видео. Спасибо тебе большое. Все, я похож на шкуру? Да. Ну все, если он меня найдет, я его укушу. Я спрятался в шкуре. Ну то есть, по сути, я шкура, но под шкурой, то есть... Всем привет. Меня зовут Никита, и я буду прятаться в стенке. Я на свои 50 долларов купил картон, краску, ну и по мелочи реквизит для туалета. Опа. Мои хоромы. Также у меня здесь есть специальная дырочка. Я буду видеть, когда Андрей будет искать меня. Если он вдруг решит посмотреть в эту туалетную бумагу, то я ему просто харкну в лицо. Да. Ну так вот. Так что оператор останавливал, если он сюда пойдет. Так, смотрите, закроем. Оп. Ох, я не знаю, прям целую час стоять на ногах. Надо было себе побольше кабинку сделать. Как я и сказал, он все равно в этот ангар не полезет. А если полезет, то в этот туалет точно, потому что он у нас не работает. Поэтому мне придется целый час стоять на ногах. Все ребята спрятались, пора идти на поиски. А, кстати, ребята, у меня есть очень хорошая новость для школьников, которые хотят стать программистами. Благодаря программированию ты сможешь создавать свои проекты в игровой индустрии. Так вот, например, я слышал историю, как один 14-летний школьник заработал 4,5 тысячи долларов за месяц продаж своей первой игры. Я считаю, это очень неплохой показатель. Поэтому у школьников 8-11 класса появилась очень хорошая возможность бесплатно обучиться разным языкам программирования благодаря национальному проекту «Цифровая экономика». О, мой младший брат хочет стать программистом. Мечтает создавать сервера по Майнкрафту. О, это здорово. Если твой брат запишется на курсы проекта «Код будущего», то он сможет выбрать любые языки программирования. Такие как Java и Python ему пригодятся, чтобы создать сервер в Майнкрафте. А с помощью языка JavaScript сделает крутой сайт для своего проекта. Важно, что на курсах обучают еще C-sharp, PHP, C++. Такие знания нужны для айтишников. Вот уже осенью в 2022 году не менее 100 тысяч талантливых школьников смогут учиться кодить на курсах, обучаясь в онлайн или оффлайн форматах. А мой брат сможет сам подать заявление? Да, подать заявление может сам школьник или его родители через госуслуги. Выбирай нужный тебе курс и уровень подготовки и программируй этот мир по-своему. Дальше, по результатам успешной проверки, школьнику придет ссылка на вступительные испытания. У него будет целых 5 рабочих дней с момента получения ссылки для прохождения теста. Учеба займет всего лишь 144 академических часа. Это примерно 2 года обучения. И это никак не помешает личной жизни. Помимо того, что вы благодаря этим курсам сможете подготовиться к ООГ и ЕГЭ, еще и примите участие в разработке учебного проекта. Это отличный шанс. Просто переходи по ссылке в описании и оставляй заявку. А я же погнал искать ребят. Ну что, час пошел! А я тоже пошел искать вас. Кого за целый час я не найду, получит по 10 тысяч рублей. Все, я слышу, час пошел. Вот интересно, кто какие костюмы придумал по своей стоимости? Ну, явно вот, допустим, если бы мне выпал доллар, что бы я на этот доллар сделал? Ну, к примеру бы, купил бы мусорный пакет и спрятался бы в мусорке, правильно же? Ну, это как вариант. Я как бы не мусорщик, но порыться бы стоило бы. Потому что очень сомнительно стоит этот вот ящик. Он никогда здесь не стоял. А знаете, где он стоял? Он стоял вот за этими воротами. Что, правильно же говорю, а? Правильно говорю, нет? Хочешь, я дам тебе еще время посидеть здесь? Пока других поищу, согласен? Он, походу, нашел Геру. Геру мусорки. Я тут. Что, здесь никого реально нету, что ли? Я рыться в мусорке не хочу. Тебя на потом оставлю, если что, ладно? Все, я погнал. А ты этот, сиди там, нюхай дальше мусор. Он, походу, Геру нашел, но не стал его открывать. Повезло ему. Так, ладно. Что я предлагаю? Начать с верхушки дома, чтобы вот туда не возвращаться. Сверху вниз пойду и как бы всех найду. Короче, с третьего этажа начинаем. Спуткаемся вниз. Может быть, по пути кого-то заметим. Глянь же тут воняет. Он сейчас сказал, я начну с верхушки дома. Значит, у меня шансы резко возрослись, так же, как и у Руслана. Он тоже где-то тут рядом. Можно, короче, расслабиться. Думаю, минут 20 он оттуда не выйдет. Он мимо меня прошел. Там в мусорном баке, по-моему, Гера спрятался. Он к нему стучался и сказал, что он его потом найдет. Он не хочет мне лазить в мусорки. Я, короче, решил пока вылезти из мешка и немножко перепрятаться. Потому что я вот здесь вот на самом виду находился. А если я вот спрячусь туда за одежду, меня будет сложнее найти. Тем более, там вон есть какие-то мешки. Так что, пожалуй, сейчас так и сделаю. Все, как и обещал, с третьего этажа начну. У меня есть всего лишь час, поэтому надо передвигаться побыстрее. Он будет искать на третьем этаже, на втором этаже, на первом этаже. Весь дом сейчас обыщит. Потом, надеюсь, у него закончится время, и он выйдет на улицу искать. И не найдет меня. Ладно, я прячусь. Кто-то разговаривает рядом. А, это Руся. Руся! Руся! Я знаю, как его позвать. Цы! 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 Хе-хе-хе. Все, теперь слышит. Я буду шерстить все комнаты. Начинаю вот с этой. Комната над этим этажем. Самая первая комната. Здесь кто-нибудь есть? Очень странно то, что вот эта вот дырка в печаль не заложена. Я как вы знаю, что в этой комнате нет никаких потайных дверей, но мало ли, ребята, кто-то там спрятался. Эй! В этой дырке никого не было. Ну окей, оно и предсказуемо. Целый час. Если сейчас не поторопиться, потом буду скупиться. Когда из кармана, буду деньги выкладывать на бочку победителю. В этой комнате здесь туалет. Это ж насколько надо быть узкой сосиской, чтобы сюда спрятаться. Ну, типа, по-любому нет. Вам, конечно, ничего не видно, но у меня все прекрасно видно. Очень одинокий диванчик в этой комнате. Да? Ну-ка, сяду. Что, никого нету, что ли? Ладно, идем дальше. Очень сомнительные коробки. Они как-то... Как-то стоят, будет странно. Они как бы и до этого стояли странно. Но в этот момент, в этот час, они стоят еще страннее. Никого нет. Может быть, вот этот чувак думал, что я, раскидая все эти коробки, никого не найду и пойду дальше. Не буду вот эту башню ломать. Правда? О, разве что ты дошел до этого момента, было бы здорово, если бы ты нажал красную кнопку подписаться. Спасибо большое. А, здесь тоже никого нет. Хорошая маскировка за 1 доллар коробок накупить и в них спрятаться. Ребята, кто болеет за меня в прятках, накидайте огонечков, пожалуйста, в комментариях. Я слышал, Руслан там огонечки в комментариях просит. Накидайте ему какашек в комментариях. Знаешь что? У нас же не три, это же. Опять! Учитывая чердак и подвал. Токи-токи. Блин, мало ли они доски этот. Отхватили и сюда спрятались. Было бы здорово, наверное. Но никакая доска не поднимается. Здесь ничего нету. Ну-ка. Блин, в бочку никто не спрятался. И за бочку никто не спрятался. Упал. А это что такое? Нифига себе, что я нашел. Идеальное место для пряток. Охренеть, я еле нашел. Нифига себе, а тут никого нету. Стекает нога. Лево. Как же неудобно здесь. Кто-то узнал. Еще мошки, откуда здесь мошки? Чего вам тут надо? Ну, в принципе, я сам создал себе такие условия. Чего жаловаться? Участник на чердаке, я иду к тебе. Мифокик, я досконально проверяю все этажи, чтобы к ним не возвращаться. Часто это очень мало. Я иду к тебе, чердачный мальчик. Сейчас по камере посмотрим, там кто-нибудь был, нет? Никого не увидел. Короче, лезть я туда пока не хочу. Если кто-то там спрятался, я его оставлю напоследок. У меня такое ощущение, что времени прошло очень много. Ну, час, может быть, полтора. Так, и здесь никого нету. И под кроликами кто-нибудь спрятался. Так ладно, что, на третьем джериле реально никого нету? Блин, так не хочу начать так лезть. Там, там пыльно-грязно. Ё-моё, ладно, потом чердак оставлю. Если реально никого не найдут, то на чердак полится. О, он спускается. Вот интересно. А вот по вашему мнению, кто лучше всех спрятался? Ну, как бы, исключая меня, потому что я в любом случае идеально спрятался. Все-таки у меня денег было очень. Все, начинаем с этой комнаты. Так. Здравствуйте. Никого не нашел? Ой, фу. Не, вообще никого нет. Охренеть. Сколько прошло? Десять минут. Десять минут? Еще пятьдесят осталось. Знаете, кого я нашел? Интересно, кого найдут первыми. Прикиньте, это буду я. А, нет. Быть не может. Я не знаю, что они деньгами скинулись в космос, улетели, что ли, или что, блин. А ты прячешься? Нет. А давай я тебя нашел, типа. Давай. Все, один есть, а я того я нашел. Знаешь, что подозрительно? То, что он здесь сидит. Наверное, я могу положить, положить, что здесь кто-то прячется. Нет, это не стоит. Мы просто уйдем. Так, погнали дальше. Ты что думал, я так просто уйду, что ли? Я думал, от себя так просто. Так, давай, кто там прячется. Особо этим человеку домой пораньше отпустим, да? А. Что это фигня? Что ты подстал? Я же говорю, я отвлекающее манево на самом деле. А все остальные уже там бегают, прячутся. Никого нету кресла, никого нет кресла. А в пианино, так есть? Так, если кто-то спрятался в пианино, вот сразу скажу, я сейчас буду играть. А играю я очень плохо. Я там не укачивает. Да ладно, будем считать, что не укачивает. Я хочу посмотреть, что там. Обзор на мой туалет. Пойду-ка я спрячу дальше него. Все, заныкался. Шкаф. Опа. На шкафу никого. На шкафу шарик. Так, ладно, откроем здесь. Ничего не находим. О, пылесос. Нифига себе, ребята. Играю в прятки, а нахожу детали от пылесоса, которые раньше потерял. Блин, я думаю, куда она спряталась. Ничего нету. Что-то ничего нету. А здесь? Так, 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 так. Так, ладно. Ничего нету. Что-то его даже не слышно, где он ходит. Походу в доме на все этажи смотрит. Меня удивляет, я еще никого не нашел. Реально, я никого не нашел. А как такое может быть-то, е-мое? Что это за фигня? Интересно, Андрей, когда он поймет, что мы внесем. Нет, там тоже никого нет. Там тоже никого нет? Нет. Давайте посмотрим по камерам. По камерам никто не двигается. Так, все, ладно. Мы открутали полностью вот эту комнату, никого не нашли. Но может быть, потому что здесь никто и не прятался. Я вот этот вот мешок нашел на сайте объявлений. И тут очень сильно воняет. Я даже не представляю, что с ним делали и почему тут такая вонь. Тут довольно сложно находиться. А еще очень душно. Офигеть. Сколько минут? 15. 15 минут. Что ж? Я уже просрал одну четвертую часть своего времени. Окей. Балкончик. Мало ли. Мало ли балкончик. Что надо за протестом? Посмотрим на балкончике. Есть кто? Нету. Так, Андрей подошел. Говорит посмотреть на балкончике надо. Или сегодня на втором этаже на балконе. Здесь никого нету. Так, а здесь? Мы будем просто уверены, что второй, третий этаж мы полностью проверили. Он наверху сейчас на балконе находится. На всякий случай здесь пройдемся. Мало ли кто-то зацепился за бортик оградки. Он решил весь забор искать по оградках. Какие оградки? Так, охренеть, охренеть. Ничего не понимаю. Нету, нет, никого нету. Никого. Может быть они просто не захотели идти выше второго этажа. Теоретически я здесь все проверил. Единственное, я не проверял крышу. На крыше никого не может быть же, да? Нету у нас таких мазохистов, которые бы на крышу поднялись. Капец, я только хотел вам что-то сказать. И Андрей на крыше был. Он меня чуть не спалил. Ё-моё, у меня чуть-чуть вот так вот сразу. Жить. Шист гусо. Если кто-то прячется в этой коробке, тебе пипец. Все, ладно, идем на первый этаж. Здесь ничего нормального нету. Так, вообще, ребята, никого так сложно найти. Может быть кто-то здесь спрятался? Здесь никого. Извините, я вам не помешал. Вот здесь вот вам не помешал. Блин, это под ступеньками находится. Здесь никто не спрятался? Серьезно, блин? Какие вообще вы места нашли для пряток, если вы не здесь прячетесь? У меня такое ощущение исправдывается, мне даже часто не хватит, чтобы обижать просто этот дом. Не, ну так просто я бы человека не поднял. Никого! Ладно. Я думаю, пока Андрей ищет в доме, у меня есть немного времени. Я просто не обедал сегодня. Я взял с собой чокупайки. Сейчас похаваю еще. Бомба. Его вроде не видно. Вот эти корни, я боюсь глазом сюда удариться каждый раз. Вот так вот прячусь, кушаю. Кто обожает чокупайки, лайк сразу ставьте. Бомбовые. Окей, продолжаем проверять дом. Гроб. Никого. Никого нету за доской. Офигеть, никого нету. Никого нету. Может кто-то свяжется под панельком? Опа. Никого нету. Да блин, а где они это не понимают? Блин, час это так мало на самом деле. Вообще никого нет. Я думал, хоть кто-то здесь прячется. Я такого не ожидал, честно говоря, от своих ребят. Я думаю, что все-таки они просто не прятались на доме. Они не прятались. Нет, там никого нету. Здесь никого нету. Мы, по чему там сидим, мы тут где-то минут 22-21. Здесь какая-то свалка. Но тоже никого нету. Да нет, слишком малое место для того, чтобы спрятался. Господи, это что, они в дом вообще не находились, что ли? А прикольно было бы, если в пенопласте вырезать, короче, разъем для человека и куда спрятаться, было бы прикольно. Ладно, у нас остается подвал, если говорить о доме. Потом идем на другие локации искать. Пока никого не видно. У меня вот тут вот маленькая дырочка есть. Я могу видеть, что там происходит. Идем в эту комнату. Нафига ламп. Нафига ламп. А ты не думаешь, что они могут вырезать в лампах? Там никого нет. Гарантированно, я проверю. Может, у нас участников не так много, поэтому я их не могу. Велка. Так. Никого. 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 Здесь. И здесь. И здесь. И здесь. Валерий, обряды можно, я бы кто-то это проверял. В пакетах стульяк никого. 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 Так. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Нашел. Это первый честный игрок, которого я нашел. Предыдущего можно не считать, он просто сидел на стуле. Тут на самом деле очень душно, очень жарко, я весь мокрый. А сколько долларов тебе выпало на бюджете? Самая маленькая сумма, которая была просто. А, и ты вот так вот решил спрятаться? Да. Окей. А если кто-то тут, то есть, нет, здесь никто не прячет. Все, мы нашли Диму. Это был первый человек, которого мы нашли. По-настоящему. Почтите дальше. А знаешь, сколько времени у тебя прошло? Сколько? 28 минут. Охренеть, полчаса уже все. Но считай, я дом уже полностью прошерстил расчесочкой. Вот так вот до миллиметра проверил. Время есть. Знаете, такое ощущение, будто вот-вот он сейчас зайдет сюда. Но уже прошло полчаса, и никто ко мне не зашел. Тебе там не холодно? А то-то никого нету. Блин, столько мест, куда можно было бы спрятаться, а они там не прячутся. Так, сниматься, поднимаются легко, никого нету. Блин, что-то жестко-то. Удивить. Так, смотрим. Ты кто? Это я. Йорик, нашел Йорика, ну-ка, снимай лазку. Так, 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 снимай лазку. Я же самое лучшее место нашел, ну как так? У меня все затекло. А ты что, ты что, лодка? Я медведь. Нет, ты лодка? Не, я шкура. У меня руки затекли, я встать не могу, серьезно. Ну, этот, мы тебе не поможем, потому что нам бежать надо. Ну, по-моему, иди, пожалуйста. Ладно, давай. Мне кажется, он просто время тянет, действительно. А что, я не могу отказать человеку? Давай, давай, вставай. А наказания никаких не будет, нет? Ну, еще чего. Нет, конечно, фу, ну, охрененно, поперло, поперло удача. Блин, он сейчас сюда выйдет, он в подвале Ярика нашел. Здесь игрушки, игрушки, мало ли еще кто-то. А, блин, там тоже никого нету. Грязные матрасы, столько барахла, это все перебирать так не хочется. Зонт, как иваки. Блин, так неохота перебирать это все. У него времени и так мало. Тоже никого. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Вот это дилемма. Мало ли, мало ли. Ну, кто-то там. Нет. Никого. Очень подозрительное место. Ай, 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 больно. Ой, оператор, дай руку, пожалуйста, не могу. Сейчас. Спасибо. Задоли никого нету. Ай, ай, ай. Мистер Хлам, до свидания, к вам больше не вернусь. Если кто-то здесь реально прятался, респект. Нахрен, все это перебирать я буду. Идет, я вижу. Прошло уже полчаса, я уже полчаса продержался. Интересно, кого из ребят уже поймали? Для утешения своего эго все-таки достанем парня из мусорки. Но там по-любому кто-то прячется. Я его на потом оставлял, но найду сейчас. Блин, или они специально сделали так, чтобы я в мусорке рылся? Все, может быть. Да, мы сделали специально так, чтобы ты мусорки рылся. Очень странная конструкция, такая картонка. И ДСПшка так четенько поставлена, как столик. Где там кислород-то хотя бы есть? Эй, кто там вообще? Слышишь? Мусор. Все, я тебя нашел, давай вылезай. Ой, нифига ты. Он Геру нашел. Дал тебе это возможность подольше в игре побыть, да? Ну да. А что ты ее на место-то не поставил? Поставил бы там, я бы даже не заметил. Так блин, это на территории дома же снимаем все-таки. Он Геру нашел шансы победить. У меня увеличились, потому что он сейчас уйдет отсюда. Он нашел уже в этой местности человека. И он такой, ага. По-любому подумает, что надо искать дальше в других областях. Знаешь, что я заметил? Вот смотри. Вот эта синяя бочка, ее никогда здесь не было. Она тупо стоит. Просто стоит, реально? Вы серьезно? И вы хотите сказать, что на улице стоит синяя бочка с рекредитными шариками? Просто стоит, реально? Вы серьезно? Что? Знаете, в чем прикол? Вот земля надо мной прям прогибается. Она прям трясется. Что-то тут неладное. Вот если бы не эта бочка, я бы мимо прошел. Вот серьезно. Если бы не эта бочка, нахрена она здесь поставлена? Кто тут? Ты кто? Почему ты такой чувазый? Ты земля? Я червяк. А, ты червяк. Я тебя нашел. Что, поехали на рыбалку, чтобы червяк? Я зря тут делал, у меня ноги атрофировались. Блин, это очень круто. Ты вырыл яму? Да. Охренеть. Типа, если бы ты бочку не поставил, я бы мимо пришел. Серьезно говорю. Столько косяков ребята завершают во время подготовки. Гера, у тебя мешок прилип от мусора. Он Рениса нашел. Капец, он разошел, с твоих сразу нашел. Он Рениса нашел, Ренис прятался в яме рядом со мной. Жесть. У меня так вообще все тряслось. Блин, Андрей, пожалуйста, не возвращайся сюда. Не надо, не ищи меня. Пожалуйста, я хочу выиграть. Так, ладно, шерстим территорию дальше. В доме, оказывается, никто и не прятался, я просто убил свое время. Охренеть, он яму выкопал. А зачем здесь эта лестница? Осталось два участника и 15 минут времени. Эй, кто там есть? Никого нету. Блин, запарился уже бегать? Это просто мусор. Он прям рядом со мной проходил, пустым. Он там посмотрел, но не здесь. Я не знаю, я его пытался подснять, я боялся зашуршать, и он меня услышит, что... Знаешь, что, меня смущали вот эти вот бочки, короче, которые за домом находятся. Никого. Блин, странно, столько мест для пряток, а там никого. Есть кто? Да, я надеюсь, в колодце никакой умник не захочет прятаться. Я вот что думал, может, в этой бочке кто-то спрятался. Ну, блин, если там прятаться, вообще смертный, наверное, начек надо. Есть кто? Ой, фу, воняет. Никого там нету. Вот так вот. Это я показал то, что я вижу. Офигеть, 40 минут прошло уже. Яблоко. Ну, вот так вот, ребята, и происходит наше дело. Два человека осталось, это же вообще полная ерунда. Два осталось сегодня. А время сколько? 18. Да, 18 минут осталось. Немного могу себе позволить расслабиться, идти легким шагом. А то я реально уже запахался. Мы прошерстили территорию дома вокруг всю. Здесь тоже все прошерстили, двух участников нашли. Дом прошерстили. Остался ангар и гараж. А, и холодный гараж еще остался. Начнем с этих мест. Может быть, участники захотели спрятаться там, где потеплее. Он мимо прошел, он сказал, что больше не будет искать на улице. Он пошел искать в ангар и в гараж. Клево было бы спрятаться в шинах. Чтобы эту всю груду не разбирать, сейчас прислушаюсь к дыханию. Если оно есть, буду разбирать. Если его нету, не буду. Нет, там никого нет. А здесь? Здесь никого нету. Реально столько мест для пряток классных. А никого нет. У Андрея осталось очень мало времени. А нас осталось двое. Я надеюсь, он не успеет найти. Блин, мне интересно, кто остался второй. Кого еще он не может найти. Главное, что меня не нашел. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, здравствуйте. Никого. Одежда, коробки. Меня так смущают эти коробки, они прям повсюду. Каждый раз приходится распынувать. Нет, здесь никого нет. Странно. А вы что, он откликается? Носы. Цы! Цы! Что это такое? Что это? Что тебя смутило здесь? Откуда эта стенка вылупилась здесь? Откуда? А ты вообще в этот туалет не ходишь? Ну ты не мог знать, что здесь вообще находится. Ты что, убираешь? Я каждый сантиметр этого, я вообще не знаю. Я просто в глазок это смотрел. А тут еще глазок, блин, прикольно, ты думал. А я не заметил, тут глазок еще есть. А я такой смотрю, ты такой идешь на меня. Он придумал глазок. 8 минут у меня осталось, чтобы найти последнего участника. Ё, мой предпоследний был. Ты предпоследний был? Что? Ааа, обалдеть. За час, за час, понимаешь? Капец. Все, остался последний участник. Я шерчу, вот так вот расчесочкой по дому вот хожу, вот так вот. Все расчесываю полностью до миллиметра. Ё-моё. Он нашел кого-то, по-моему. Я один остался. Там какие-то крики были, мне кажется, он кого-то нашел. Блин, хоть бы у него не хватило времени меня найти, а. Ребят, это не прятки, это какие-то догонялки. Мне надо весь дома обойти, обижать, чтобы я хоть что-то нашел. В принципе, вроде как, поиски у меня идут хорошо. Я, по-моему, еще никого не пропустил. О, 5 тысяч рублей. А, нафиг мне это надо. Я не нуждаюсь в деньгах. Блин, это очень нуждаюсь. Вот кто хочет задонатить, ссылка в описании. А в следующем ролике я покажу, кто мне задонатил и сколько. Донаты. Кому не жалко, скиньте донатик. Спасибо. Сыыы, у тебя есть 7 минут, чтобы сдержаться от сыы. Ну, я могу лишь положить то, что последний участник купил дофига картона и спрятался в нем. Нет, это оказался, это просто оказался мусор из предыдущих роликов. Сыыы, может он меня не слышит, может он подальше спрятался. Или может он меня прямо сейчас хорошо слышит. Сыы, если ты не понял, я тебя зову. Ты что это? Нет, ты спрятался. Что ты делаешь? Охренеть, времени вообще нету. Охренеть. А, остался холодный гараж. Остался холодный гараж и очень мало минут. Сыы, Руся, сыы. Что самый жутой парень на Уралмаше? Сыы. Сыы. Руся, что камень? Я не знаю почему, но мне кажется, что Руся спрятался на крыше. Он самый безбашенный. Либо чердак, чердак, либо крыша. Сыы, здравствуйте. Здравствуйте, кто это у нас тут лежит? Кто это у нас тут лежит? Да как, ну зачем? Нет, меня нету тут идутся. Ребята, я за час нашел всех. Зачем он сюда пришел? Зачем? Охренеть, у меня оставалось, у меня секунды оставались на поиске. Сколько у меня осталось? 15 секунд. 15 секунд оставалось на последнюю, я Руся нашел. А знаете, что я подумал? Я думал... 15 секунд у тебя оставалось. 15 секунд у тебя оставалось. Ну нафига ты сюда пошел? Мы так все близко, на одной локации все спрятались. Там Ренис, тут Гера, тут ты. А я думал, ты на чердаке. Знаешь что? Вот если бы ты на чердаке спрятался где-нибудь, то я бы туда не пошел. А ты как? Ты где искал сейчас в последний раз? Я в холодный гараж, короче, потом сюда иду. Ты оттуда меня увидел? Нет, я тебя не видел. Я тебя вообще не видел. Я такой подумал. Блин, слишком густая листва у нас. Может быть там кто-то спрятался? А я иду, слышу, ты говоришь, по-любому Руси, на чердаке или на крыше. Я такой, хух, ну все, у меня вообще время кончится. И ты сюда полез. Да, если бы тебя, короче, здесь не было, я бы на чердак пошел. Все. Я последний. Ну ты последний раз затонул, считай себя наполовину выигравшим. 15 секунд, да капец. Ребята, как вы считаете? За целый час я успел найти всех участников. Считать ли Русю победителем или нет? Напишите в комментариях, а мы уже там примем решение. Но я нашел его, уложившись в час. Но он был последним. Я думал, да все, я уже прям, у меня в голове победа была, уже радости, эмоции. Я еще вообще там видел, что было? Я лежу, меня даже кошка не нашла. По мне кошка идет, я ее думаю, ты что, охренела? Я начинаю скинуть, она на меня напала, я ее выжарнул. Посмотрите. На меня кошка напала. Это в телеграме. В телеграме такое нельзя найти, показывать. Но мы в телеграме обязательно выложим. С кошкой дрался, пусто. В общем, результат, победил Руслан или нет, мы напишем в телеграм-канале. Ссылка в описании. А может я ролик закончу один раз? Давай. Все, подписываемся на канал, ставим лайки. Ну, вроде нормально получилось. Закончили? Да. Да, закончили. Все, я тогда пошел. Что, раз, что я закончил ролик? Да, я. Ну, все. Круто. Давай, иди. Давай. Спасибо за просмотр, всем пока.